Здравствуйте! Я хочу вам рассказать одну из новостей современной физики. Это работа японского физика Акамуры. Его интересовало, как ведет себя электрон в электрическом поле очень высокой напряженности. Такой высокой, которой раньше никто его не подвергал. Как ведет себя движущийся заряд, вернее электрический, даже не электрон. Его интересовал электрический заряд вообще. Это, собственно говоря, исследование было в области, с одной стороны, атомной физики, а с другой стороны, в области квантовой механики, я бы даже сказал, релятивистской квантовой механики. Видите ли, в поле, в электрическом поле очень высокой напряженности происходит, как говорят любители физики, поляризация вакуума. Это что-то похожее на поведение пространства в районе горизонта событий небольшой черной дыры, маленькой черной дыры. Там большая напряженность гравитационного поля, то есть большое ускорение свободного падения и очень большой градиент ускорения свободного падения. Вот бы так создать, да? И посмотреть, как будет вести себя в этом случае заряд движущийся, какие у него будут уровни энергии, совпадет ли наблюдаемый уровень энергии с теми предсказаниями, которые может дать релятивистская квантовая механика. И он проверил. Значит, вот рассмотрим так называемый водородоподобный атом. Это называется Боровская модель атома. Понятное дело, что она какая-то квазиклассическая, квазиквантовая. И, в принципе говоря, в физике очень спокойно относится к одновременному сосуществованию очень многих концепций, очень многих теорий. Нормально. Ну и что, что их много. Каждый друг другу дополняет в каких-то случаях. Вот характерный пример. Дополняет ее, например, понятие, что частица – это одновременно имеет волновые свойства. Вот сначала было обнаружено, что фотон, да, он, свет имеет волновые свойства. Это известно еще с конца 18 века. Опыт Юнга, помните? Вот. А потом теория Френеля, Гюргенса Френеля, принцип Гюргенса Френеля называют. Ну, теория была Френеля, конечно. Вот. И вот это все прекрасно и удивительно. Вот. А тут вдруг оказывается, что свет имеет свойства частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Ну и Луи де Броль сказал, а что, собственно говоря, такого-то? Ну вот, если свет имеет, значит, свойства частиц, может быть, и частицы имеют свойства волн. Вот. И вот, значит, по модели атома Бора на нижней орбите, который радиус р, а длина орбиты вот такая, 2πr, укладывается ровно одна длина волны электрона. А длина волны, это так же, как и в оптике, это, значит, постоянная планка, делить на импульс. Импульс электрона МВ, масса умножить на скорость. Вот он, импульс электрона. Так, нужно сказать, что, опять же, в квазиклассическом приближении электрон движется по окружности, и на него должна действовать некая центростремительная сила, чтобы он двигался по окружности, которая равняется МВ квадрат делить на Р. Масса квадрат скорости делить на Р. Ну, помните, центростремительное ускорение. Вот она аккуратно равна напряженности электрического поля умножить на заряд электрона. Напряженность электрического поля атомного ядра единицы на 4π ε0. Ну, это присловие такое электрическое постоянное ε0. Когда я был маленький, ее называли почему-то диэлектрической проницаемость вакуума, что, конечно, ахинея полная. А тут вот у нас заряд ядра Q умножить на Z. Вообще говоря, для атома водорода Z единица, естественно. У нее заряд единица. И внизу не забыть разделить на Р квадрат. Вот это вот напряженность электрического поля. Не забудем. И умножить еще на заряд электрона, пожалуйста, Q. Или заряд той частицы, которая движется по окружности. Вот. Вот из первого нашего замечания мы можем выразить скорость через радиус. Что там получается-то? Так. А h делить на 2π. Да? h делить на 2π. И m делить. И еще r. Правильно я посчитал? Вроде бы правильно. Подставляем вот в это уравнение. Получается масса делить на радиус. И вот квадрат скорости. h квадрат. 4π квадрат. Квадрат массы. И радиус квадрат. И все это должно аккуратно равняться вот этому вот делу. Единицы на 4π. и епсилон 0qz. r квадрат q. Так. О! r квадрат сокращается. И отсюда можно выразить r. Во! r. Чему он будет равен? Да. И, кстати, еще одна масса сократилась. r будет, оказывается, тем... Зависеть вот от чего. Давайте так. Тут вот куча всяких будет выражений. h квадрат. Единица на 4π квадрат. Это бог с ним. 4π епсилон 0. Да, бог с ним. Так. Что еще тут будет у нас? У нас тут будет внизу q квадрат жить. Да. Вот q и q. Вот это вот q квадрат жить будет. Так. q квадрат будет жить. Так. А еще что будет жить? А еще будет жить. Так. Еще будет жить. Единицы делить на массу. и делить на z. Вот так. Единица делить на массу, делить на z. Вот. Вот как это вот получается. И вот эта вот величина для атома водорода, там где масса равняется массе электрона, а z равен единице, для атома водорода это первая Боровская орбита, равняется она вот чему. Полангстрема приблизительно. 0,5 ангстрема. 0,5 ангстрема это 10 минус 10 метра, а полангстрема это 5 на 10 минус 11 метра. То есть примерно пол, половинка, пол сот, 5 сотых, простите, 5 сотых нанометра. 5 сотых нанометра. Ну помните, Чубайс на нанотехнологии. Так. Ну и вон смотрите-ка. Давайте-ка поиграемся. Давайте предположим, чтобы мы вместо атома водорода некто, кто-то взял что-то другое. Чему будет равна напряженность электрического поля? Оказывается, напряженность электрического поля, у нас, значит, обратно пропорционально, значит, обратно пропорционально квадрату радиуса, да? То есть она будет напряженность пропорциональна квадрату массы и Z в квадрате. Вот она чем пропорциональна. О, как получилось-то, да? Так, и Z в кубе еще, потому что тут есть свой Z. А вот это вот, да, вот разделю я на всякий случай на массу электрона в квадрате. Вот. Это есть не что иное, как напряженность вот этого электрического поля в атоме водорода. Вот это вот. А это вот как бы изменить, как бы увеличить. Ну, первое, что раньше делали успешно, заменяли водород на сильно ионизированный уран. Уран. Уран-238, это значит масса атомного ядра в ядре, 238 нуклонов, нейтронов и протонов. А протонов там 92. Уран-92. Вот максимум, что можно сделать, это увеличить Z в кубе, это 92 в кубе, это что же, 9 в квадрате, это 81, еще на 9 720, ну, примерно 720 тысяч. То есть, вот для него будет напряженность, будет 720 тысяч раз больше, 0,72 миллиона на 10 шестой напряженности в атоме водорода. О, как здорово! Такие опыты были проведены. А Окумура взял, подошел к этому делу по-другому. Он взял атом неона, у которого заряд 10 у ядра. Естественно, он его ионизировал, и на орбиту, знаете, кого посадил? Он посадил мю-он. То, что раньше называлось мемезоном. Мю-он тяжелее, чем атом, чем электрон, в 206,8 раза. То есть, получилось, что в этом случае поле будет составлять, во сколько раз больше будет. Так, это значит, 10 в 3, это Z. Это Z в кубе. Так, а, значит, мю-он тяжелее в 206,8 раза. 206,8 в квадрате. Это примерно 40 тысяч. То есть, получилось, что в 40 миллионов раз, 40 миллионов раз превышает напряженность поля в атоме водорода. Во, в 40 миллионов раз. Это вон во сколько раз больше. Это больше, чем в 40, в 60 раз больше, чем в предыдущих экспериментах. Вот такой вот он эксперимент поставил. То есть, на очень тесной орбите летал мю-мезон. У него, естественно, были уровни энергии. Уровни энергии, естественно, были уже в рентгеновском диапазоне. И вот эти вот спектры рентгеновские регистрировали. Для этого была сделана хитроумная аппаратура с использованием сверхпроводящих элементов. Вот. Вот какой вот опытный эксперимент поставил хитроумный японский ученый Окумура. И тем самым, да, и все совпало с расчетом. Он тем самым подтвердил, что замечательная вещь, релятивистская квантовая механика работает и в случае очень высоких напряженностей электрического поля ничем не нашел. В принципе говоря, у каждого ученого, который такой опыт делает, у него желание, а вот вдруг я открою, что это не работает. Вдруг. Вдруг. Ну, как вот что-нибудь, чтобы не соответствовало. Да, как вот Бекерель вдруг открыл распад ядра, да, распад радиоактивных изотопов, да, открытия при нем были. Как кто-то открыл расщепление ядра урана Ганн и Штрасман. Им, по крайней мере, за это дали Нобелевское премио. Ну, вот. Это все новое, интересное. А тут ничего интересного. Все получилось так, как должно быть. Вот это физика. Пошли, пробурили скважину, нефти не нашли. Здесь нефти нет, сказали. Вот так. Ну, вот такие дела. Я это прочитал в качестве небольшой заметки. Это было в журнале Успехи физических наук. Вот я вам сейчас расскажу про свою тяжелую жизнь. Журнал Успехи физических наук. Это журнал Академии наук. Он исключительно про физические науки. Очень, так сказать, для физиков. Причем, там не заботиться о том, чтобы было понятно для физиков из другой области. Вот эта область, собственно говоря, очень близкая к моей любимой, родной. Физика ядра, квантовая механика. Поэтому мне как-то понятно. Есть журнал Успехи химических наук, еще каких-то наук. Понятное дело, что там мне разобраться вообще совсем плохо. А вот есть замечательный журнал. Да, и вот этого журнала Успехи физических наук, он доступен в интернете. Каждую по отдельности статью можно скачать и прочитать. Совершенно бесплатно, к счастью. А вот журнал Природа, это замечательный, выдающийся журнал. Это то, что, где статьи пишутся, популярные статьи, которые понятны любому ученому человеку. Это научно-популярный журнал для ученых. То есть, статья по физике, которая понятна не только физикам, а вообще говоря, не только физикам в данной области, а всем физикам понятны, и всем прочим другим ученым. Статья по биологии, понятно всем, даже не биологам. Да, там все так разжевали. Ну, правда, для ученых. Я читал этот журнал, я даже выписывал его. Хотел подписаться. Знаете, сколько стоит подписочка на будущий год? Тридцать тысячи рубликов. Вот. Ну, позвонил я, обзвонил я уже в городе библиотеке. Нигде этого журнала нет. Никто, что не выписывал. Вот. Вздохнуло я тяжело. Вот такие вот дела. Буду ездить в Москву, там читать тогда библиотеки имени товарища Ленина. Государственная библиотека Российской Федерации. ГБРФ. Не госбезопасность, а государственная библиотека. Вот. Ну, а вы не забывайте меня поддерживать материально. Внизу у меня есть для этого реквизиты. Лайкайте, репостите, подписывайтесь. Подписывайтесь мне на Бусти. Да, там есть лекции по физике тоже. Получается, платные. Видите, шагаю в ногу со временем. Но гораздо дешевле, чем подписка на журнал «Природа». И можете списаться со мной в Телеграмме или ВКонтакте. И тогда мы сможем договориться об индивидуальных занятиях с вами физикой, математикой, даже подготовкой к ЕГЭ. Почему-то люди говорят, нет, нам нужна не физика, нам нужна подготовка к ЕГЭ по физике. Вы это сможете? Интересно, правда, какие люди интересны? То есть им не нужна физика, нам лишь бы ЕГЭ сдать. Физика знать не могу. Ну, вот, все-таки я постараюсь подготовить к ЕГЭ по физике, но, увы, при этом вы будете знать еще и физику. Жду.